здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад вот и пришло время цветения рододендрона в моем саду отдельный ролик не собиралась ему посвящать но очень много вопросов как же светлана у вас получается вырастить рододендрон вроде у вас и климат суровый достаточно северный но вот как-то один куст из всех пяти кустов которые я когда-то сажала у меня прижился и очень даже хорошо растет и немножко раз просит и правда не один раз в обзорах сада я иногда и проскочу его иногда покажу и вот просит вы просите рассказать ну поэтому немножко остановлюсь и сниму такое видео в этом году рододендрон цветет вроде как и обильно но шапочка цветов у нее очень маленько по сравнению например с прошлым годом то есть сам цветок намного мельче я так подозреваю это происходит из-за того что мало очень влаги было весенней влаги то что мы поливаем и поливаю я его как положено это одно дело когда весенняя влага тающим снегом это совсем другое и вот с весны он получил мало влаги не только он я это вижу сейчас и по другим растениям и вот шапочка цветов не такая огромная в прошлом году просто каждый цветок был с пол ладони что же это за рододендрон который прижился в наших северных в нашем северном климате я конечно же когда покупала свои рододендроны но как мы часто покупаем вот такой красивый и он мне нужен а что там какой сорт зимует не зимует это уже вопрос второй ну и соответственно это выброшенные деньги на ветер я думаю что у многих такая бывает история и вот у меня точно так же а этот видно получился просто потому что он зимует наших условиях это рододендрон который называется рододендрон грандифлорум или катывбинский вот рододендроны катывбинские они зимостойкие это вообще-то из рододендронов самый известный в мире сорт крупноцветковый рододендрон вечно зеленый у него листики круглый год не опадают и в зиму он уходит зелеными листьями и весной снова с зелеными листьями вот такой вот он красавец потому что есть рододендроны листопадные которые мы знаем под названием азалии те уходит ну с голыми ветками в зиму форма этого куста видите раскидистая вот он такой вообще в этом году весь разошелся пуст сильно ветвистый и по таким вот полушарием растет немножко надо бы его и подвязать я боюсь даже его знаете лишнее обрезать потому что во первых то что как-то он у меня пошел пошел но несколько лет назад это когда болели хвойной я уже говорил о в садах ленинградской области очень болели хвойные и болели рододендроны это от был доб candidate сильно болел я в принципе два года его лечила и сейчас постоянно обрабатывают так точно так же как обрабатываю сад от болезни если я обрабатываю там яблоня или что-то рододендрон обрабатываю тоже вредители я в принципе неgo никогда не видела А вот болезненные состояния у него бывают. Цветки очень интересные. Потом поближе к вам подойду. Они такие лиловые, а на одном верхнем цветочке крапинки желтые такого цвета. А меня больше всего умиляют в цветении моего рододендрона. Это тычинки. В этом году они мелкие, но вообще-то эти тычинки, посмотрите, сейчас я вот камеру направлю, они как бусины. Видите? И еще и светится, как будто бисерины. Вот там муравей работает. Вот такие тычинки. Говорю, что в этом году как-то не так. А когда крупнее цветы и сами тычинки, просто чисто бисерины. Вообще-то это самый старый сорт рододендронов. Котывбинский грандифлорум. И с 19 века он известен. Естественно, получился в результате отбора из дикорастущей природы. Считается, что самый крупный сорт, потому что во взрослом состоянии кусты могут быть достаточно высокие. Три с половиной метра. До трех метров. А диаметр кроны тоже три метра. Вы представьте, какие-то огромные кусты. И я видела у одной женщины, садовода, любителя и, можно сказать, коллекционера из Подмосковья. Я забыла, к сожалению, как ее зовут. Огромные кусты рододендронов. Она много лет, конечно, собирала эти рододендроны. Там просто это огромные кустарники. Естественно, их никто ничего не закрывает, не укрывает, потому что это невозможно. Бывают разного-разного цвета у нее. А вот Котывбинский мой, например, он зимует при температуре до минус 32 градуса. Вот поэтому он у нас и зимует. Но у нас, конечно, зимы бывают и минус 35 редкие. Минус 30 бывает достаточно часто. Только эта зима какая-то вышла не зима совсем. Как я ухаживаю за ним? Во-первых, рододендроны из рода Верескова. Поэтому, когда покупаем рододендроны, многие не знают, как его посадить. А ему нужна очень кислая почва. То есть кислый торф. 4,5 кислотностью. Понимаете? И нужно эту кислотность еще и поддерживать на протяжении следующих лет. Потому что различные почвенные микроорганизмы. Что-то копаем, что-то рыхлим. Ну, земля опять перемешивается, кислотность может меняться. Ну, не быть такой кислой почвы. Поэтому я ежегодно покупаю или почву для рододендронов специально, или просто кислятину, кислый торф. Он мне нужен и для гортензий. Поэтому в рододендрон подсыпаю, подсыпаю, подсыпаю. Во-вторых, ему нужно питание много. Это кусты, это большие кусты, у которых жилистые толстые листья. Поэтому перегной. Во-вторых, ну, в-третьих уже, то есть кислая почва, достаточно хорошо заправлена органикой. Поэтому я сюда каждый год подсыпаю перегной с компостной кучей или перепревший навоз. И вот с кислым торфом все это перемешиваю. В-третьих, ежегодно покупаю удобрения, где написано для азалий и рододендронов. Может быть, еще написано для гортензий, азалий и рододендронов. Может быть, написано для вересковых культур. Потому что верески тоже любят кислопочвы. Ну, это и один род, поэтому тоже в вересках кислопочвы. То есть специальное удобрение длительного действия, пролонгированного. Вот заложил и все. И я уже в течение лета не кормлю. Если у вас нет такого удобрения, не покупайте. Как правило, они не очень-то дешевые. Значит, ведем подкормки, чтобы вырастить здоровый, крепкий, большой куст. Теперь, следующий момент, что боремся с болезнями. Я уже это сказала вначале. То есть опрыскиваем любыми средствами, начиная там хом, оксихом, скор, строби. Ну, любые средства от инфекционных, от грибковых болезней. Если вы видите, что на листьях появилась пятнистость, однозначно опрыскиваем. Лист должен быть зеленый, такой жилистый или изумрудно-зеленого цвета. Никаких признаков пятен на нем не должно быть. Теперь, следующий момент. Укрываю ли я его на зиму? Это основной момент, который спрашивают. На зиму я его укрываю только от солнечных, весенних или каких-то после, ну, в конце зимы солнечных лучей. Потому что, например, будет в феврале яркое солнце, от снега оно отслепляет, рододендрон получит просто ожоги. Никакими другими укрытиями там для тепла не нужны. Он, я говорю, что без укрытий зимует до минус 32 градуса. То есть я вбиваю 4 кола по периметру кроны и связываю его. Во-первых, связать все равно надо, чтобы снег его не разломал. А ветки достаточно хрупкие. И обвязываю его старой белой простынью. И все. И на этом он уходит в зиму. Место посадки рододендрона должно быть... Вот видите, у меня просто оно... Сейчас подниму. Вот смотрите. Там Александра. Александра, тихо! То есть под кроной яблони. Рододендроны сажаем в такой полутени. Ни в коем случае, ни на каком солнцепёке. Только если утреннее солнце может быть. То есть, представляете, это куст. Мне кажется, что это одна из его огромных достоинств. Что можно посадить в полутени такой красивый кустарник. И ему от этого только легче. Потому что, как правило, все другие кустарники, цветущие, любят побольше солнца, чем рододендрон. Вот основные правила ухода. И ещё такая ошибка, когда мы покупаем... И я вот лично с ней столкнулась. Вот вытаскивая из кашпо, вот этого покупного, это, рододендрон, вы увидите, какой там ком земли. Там не то, что там нету корней. Там не понять, что такая какая-то субстанция, которую невозможно... Прям не знаешь, хоть топором руби. Ну и, как правило, что вытащили. И сделали яму. Пусть хорошо всё заправлено по всем правилам. И поставили туда вот этот вот какой-то комок такой вот, знаете, непонятно чего. И всё, ирододендрон расти не будет. Сама столкнулась на этом. Поэтому не боимся. У них какие-то корни, как мочалки, что ли. При этом они не длинные, ни в коем случае. Если не как руками, а руками это сделать действительно не как, то нужно взять какой-то ножик, какой-то острый предмет, буквально там пропольник. И вот прям по кому земли нарушить вот эту целостность кома, пробороздить, сделать такие вот бороздки, прям надорвать корневую систему. Это я вам просто рекомендую. Тогда он будет хвататься, стресс поимеет и будет хвататься за землю. Потому что если вы вот так посадите, вы увидите, растение будет, вытащите. Вот он как был в земле, так и будет. Ни один корешок не проникнет из этого кома, ни с грунтом не зацепится. И это будет одна из причин того, что ваша рододендрон пропадёт. В принципе, я как-то успокоилась, один момент хотела вот целую такую аллейку себе посадить. Ну и было 4 или 5 даже кустов рододендронных. Но сейчас, если увижу новую, новая земла была, это красными цветами, уж очень хочу, такое куплю. И больше пока, ну, остановлюсь. Мне будет достаточно вот два таких куста рододендронных. Поэтому говорю, что сейчас на ваши все вопросы мне легче ответить видео, чем писать комментарии. Если вам нравится такой подход к сниманию своих роликов, то пишите, стоит ли так вести с вами диалоги путём видео именно, или это вам неудобно. Я ещё сама пока точно не определилась, потому что, поверьте мне, что вопросов сейчас скажем про каждый цветок останавливаться и писать мне, писать, писать. Ну, до самого позднего вечера я в саду, ещё и в няньках, и поэтому, ну, нет времени писать каждому человеку одно и то же. Потому что одним словом не напишешь, а писать статью просто некогда. Поэтому напишите, дорогие друзья, нравится ли вам такая подача материала. Тогда я так и буду, скаплю какие-то вопросы. Не одному человеку, а сразу нескольким, может быть, какой-то группе людей отвечу своим видео. А сегодня, ну, и хотелось похвастаться такой красотой, естественно, цветущим таким кустарником. Очень жаркая погода у нас, 30 градусов. Жалко будет, что он очень быстро отсветёт. Ну, мне так кажется. Ну, пока вот хожу, любуюсь и вам решила показать. Не забывайте заходить на мой второй канал, который называется Лоди Свет. Там сейчас будет видео, несколько уже видео есть. Ну, во всяком случае, два видео есть о моём новом проекте. Что я строю, если кому интересно. Ну, не я, а наша семья строит для меня любимый. Там был конкурс. Посмотрите, может быть, кому интересно. И тоже вам это очень-очень нужно, так же, как и мне. Всего всем доброго. Будьте здоровы, подписывайтесь на мои оба канала. Потому что там и там есть осадь, и вдруг что-то пропустите важное и интересное. И будьте здоровы, главное не болейте.